привет зритель обещанного три года ждут ну в моем случае ждали две с лишним недели как я вернулась из деревни у меня был запрос на мои все мои помады блески для губ гигиенищки и все то и подобное у меня вот это все лежит вот в этой косметичке тут возможно не совсем не только блески может какие-то лаки еще есть еще какая-то буха один блеск конечно обзор не войдет потому что он у меня в деревне я его оставила чисто там на помощи чтобы на следующий год не брать и он там вот лежать это ивановская гигиеничка подарок от подписчицы лёльки у меня на губах вот это вот я не знаю формат и мне сказали что не asmr и яркая помада вот яркая помада она вот вот это на губах надо ли делать свочи но я на всякий случай взяла вот тут молочко про биодерм для снятия всего вот этого вот и немножко дисков вообще сейчас я просто покажу тут здесь были конфеты но они будут другому видео которое будет формате short я просто записывала свои покупочки кое-что еще и подумала что ну наверное надо бы это записать и видео ждет человек у меня наконец появилась свободное времечко короче я вот тут этот вот так вот сделаю я снимаю при свете ламп всевозможных ну кроме кольцевой панель световая вот сзади камеры стоит там еще свет моего ночника но и 5 лампочек сверху просто потому что сейчас уже у нас около 6 сейчас даже гляну сколько точно времени 5 минут 7 на улице довольно пасмурно было еще днем но одним не было как бы некогда чуть-чуть перервалась у меня тут как бы обновившиеся приложения на диджай и что-то мне показалось что то что то не так короче продолжим в общем вот такая помада это мне кстати подарил подписчица рюлечка по моему честно я не помню все помады кто от кого и какие я покупала какие кто дарит поэтому я вот про нее сказала но я сейчас подумал что я не уверена и поэтому я просто сейчас перечитываю какие у меня есть покажу но не буду больше говорить что от кого потому что могу боюсь ошибиться если вы будете смотреть это видео и знаете что вы это мне дарили просто подпишите мне в комментариях я вам поставлю сидячка и скажу конечно спасибо а вот такая помада фаберлик розовая она у меня сломалась как-то то ли она у меня упала благодаря одной скачной кошки то ли еще что-то но как бы ей можно еще пользоваться но аккуратно розовая легко ложится вот мне вообще очень нравится вот именно эта помада я до нее даже отзыв на рекомен писала так здесь у меня парадисы парадизо фиг знает но тут даже по-русски написано только сейчас увидела помада для губ стойкая матовая парадисо райское удовольствие от комфортной стойкой над текстуры бла-бла-бла тут удобная лопатка она такая вот прям кремовая густенькая не что напрягло у меня на мониторе планшета вот на этой программе бегать периодически медленное сопровождение вам не говорит хотя смотрит на меня и вроде как должно застабилизированное медленное сопровождение может его напрягает что у меня руки двигаются быстро фиг его знает ну короче а тут уже начинаю открывать но еще не сказал это и фраше вот это я честно помню это я покупала сама это лак для губ он такой шоколадный так как показать то вот так кручу кручу вот она мне очень давно покупала ну как бы я давно уже в принципе просто не покупала они какие-то помады я покупала брала под отзывы на и короче говоря и какие-то помады у меня есть а какие-то подарил потому что вот ну у меня стоит жрать не бросит и человек увидел а мне так нравится этот цвет а у тебя стоит жрать не просят ну ладно забирай вот это у меня было на губах когда я поехала за заказом на whiteberries и озон еще когда записывала пару роликов до этого вертикальном формате формате шорс это я ее видосила в отдельном шорс очень классный такой бальзам чек но это вообще на самом деле масло для губ с облепихой по вкусу прям такая конкретная облепиха и она немножко вот оранжевая но в принципе как вот сама облепиха никак не доеду все никак не доедут до греха воручая именно за облепихой выдры уже как приехала раза два или три съездила не два вот только третий еще поедут пятницу меня тут немножко осталось еще инфинити шайн не блоск от рис это кстати покупала на озон но я когда приехала из деревни то хотела себе какой-нибудь такое вот масло для губ купить увидела купила зашорцала она не полноценно одного цвета сейчас изначально такого розового с блестками с шиммером потому что я иногда ее пользовала поверх какой-нибудь там любой помады чаще какой-нибудь фиолетовый от них я не знаю там еще живая или уже была в пустых баночках вот это тоже помнишь я покупала даже цену помню 540 рублей по двойной какой-то скидке это и фраше лимитка серия для руши колору русских знают ну короче сейчас просто увидите понятно что я чаще всего пользую пользовала слива вот это вот прямо слива слива фиолетовая темно-фиолетовая ну и тут кисточка мне вообще очень давятся вот эти помады и фрашевские мне раньше и другие были но по-моему сейчас вот осталось только лак вот этот grand rouge и палетка из пяти штук у меня тут есть точно помню что ли она дарила минска ну которая из франции но еще и частично я на него начала писать отзыв на рекомендую что-то пока не дошло и я к нему купила кисточку специально это бальзамчик кисточка вот тут потому что пальцем наносить неудобно дает хорошее увлажнение вот потом это очистить это у нас будет борн дип или что-то такое за бодишоп с клубникой в общем если вот это вот она чисто облепиха такая то вот это вот реально такая клубника я нарисую то не по центру а сбоку и меня в итоге она не соображу как нормально показать нас тут уже 7 штук ну я не делала сводчи палетки я не знаю надо было делать или нет наверное может надо было ну ладно гомен в общем у меня тут бальзам ну это вообще тупо гигиеничка но такая в таком формате кубика это биоаква я летом что ли покупала она у меня была в деревне потом она у меня была в рюкзаке и вот я вернулась деревня на вот ну такая вообще прозрачная совершенно не буду делать очень дискриминация по вам да чё-то делаю с очень что-то нет вот здесь меня матриц какой-то 7-7 у нее такая более треугольная кисточка наверное вот причем я как-то неравномерно это делаю вот это 100 лет назад мне попалась в подарок за заказ на клубнике я не помню что тогда заказывала но это долго играющие келвин клянд я им даже рисовала по акварельной бумаге он все никак не закончится у него эффект увеличенный губ за счет мятного масла в составе у него минус он растекается так вот это у меня тоже иван розовая немного тяжело наносится ее лучше вот использовать под кстати номер если не знаю надо не надо а тут стерся этот номер в общем ее лучше использовать поверх какой-то гигиенистки оранжевая точно помню мужик дарил влад подписчик фиолетовая еще была не знаю там вот или уже закончилась mix я иногда ее использую в общем да я как-то это по диагонали тут рисую эту покупала они это то я не покупала это мне подарили но тоже и фраше это кстати вот вот эту помню что дарила лена из франции франции это оружие лексир я на нее писала отдых на а реки не такой интересный цвет она ну не знаю такая не яркая нейтральная хорошо наносится увлажняет губы не сушит вот это вот покупала сама давно какой-то этот был новогодний лимитированный что-то там бальзам для губ и щек нежно розовый под него тоже надо бы кисточку и он но он какой-то его наверное надо все-таки наносить на гигиеничку потому что он как как-то быстро так пшик очень пудровый эффект от него идет и он даже иногда подсушивает губы вот это покупала на бьюти патчах на своем единственном заказе это гигиеничка зеленая которая становится розовой я броню совсем забыла у нее треснул футлярчик вот снизу причем она так особо то не падла чтобы уж совсем раздолбаться точнее даже так у меня много чего тут падала но раздолбалась только одно шайн шайн сайна и некоторые вот цветами перекликаются немножко так вот эту я покупала это миска матовая помада номер 11 мисс глэм французская полна вайберс покупала сама не отзыв на алике я что-то про нее совсем забыла но сейчас я чувствую что ее надо бы наносить на гигиеничку руки она как-то рука конечно не губа ну никс маленькая розовый я все очень нравится помада никс ну я с ними познакомилась благодаря вам дорогие зрители такс у меня тут чё еще иван еще одна иван тут что-то кусочку не обломился как-то потому что грызла вот она такая мягкая хорошо ложится я думаю что она жирненько увлажняю руку потому что вот по руке она идет шикарно это кто а это тоже покупала мискат мископ пардон номер 4 но такое слива слива в комментариях потом вот что-то что надо с этой стороны руки показывать а я с это его час на раз это и пойдет и да фиолетовый оказывается живая вот тот бред для губ я иногда наносила поверх фиолетового да он даже так как надо передает я не настраивала ничего тут цветопередача с этой обновленной диджай мимо хотела записать ну короче раньше но у меня вот тогда прошел сбой с диджай и и пришлось вообще доставать другую камеру ну и в итоге пока то да сё писалось уже на другое и другое металли квелвет она такая кремовая прям съесть хочется ну может быть я еще и есть начинаю хотеть она прям как десерт это чё эйвон я даже не помню я ее покупала мне она пришла в подарок за заказ или мне ее кто-то дарил потому что есть какая-то помада с которой было именно так она судя по всему ну жирная такая хорошо наносится и наверное увлажняет губы почему я говорю про большинство наверное потому что в принципе по большей части за лето это лето то что в деревне было позову единичкой какой-нибудь а в городе но крайне редко помаду использовал на какой-нибудь обзор чаще тоже как они единичка была это розовая фаберлик 41042 ну так ложится немножко с трудом ее наверно тоже надо бальзам использовать кика милана на него я писала отзыв на реке когда туда только только снова вернулась а я помню он растекается если ехать на велике волосы на вкус заделывать блин меру когда так не вывернуть я чё-то не не подумавши так фигачу темно тут чё слушайте у меня чё-то так прилично помата я потом камеру опущу на низ тут матовый флакончик но к нему куча всего мелкого на липу это иван и она как-то очень усиленно видимо мной пользовалась и судя да она это скорее все увлажняющая потому что но она очень хорошо легко наносится такая не знаю как отвернуть руку то принимая ваши комментарии на тему того что зачем делать такоса непонятно как марк я периодически забываю что-то помада не крайне этот не лак для ногтей и она у меня соответственно лежит жрать не бросит я смотрю просто на этот на экран планшета чтобы понять видно не видно в общем еще одна это у нас intense color ой я ее помню я помню я ее покупала по-моему в то ли в улыбке радуги то ли в подружке короче я покупала когда еще общалась венка снегирёвой давно давно это ламелл или что-то такое она такая древняя красная помада и слушайте она внезапно хорошо наносится просто я помню что бывало такое что ее надо было носить на увлажненные губы ну как у них гигиеничкой а бывало что хорошо и вот сейчас она хорошо видать батареи то мне отопление это вчера дали на мою годовщину 25 лет со дня аварии и меня все тут согрелось так мне тут вау них еще живой там даже что-то есть и он даже меняемо пахнет это ба чё это по-моему тут какой-то там вишня что ли масло вишни и чё еще короче это арифлейм бочонок арифлейм я не помню кто мне ударил я помню мне раньше много таких было бочонков они очень классные мне нравятся так чё у меня тут еще осталось а чтобы могу быть помадой а люди похоже это было до поднимать и остались а в общем вот такая моя красивая рука сейчас я попробую как-то ну вот не все сочи я на ней оставила да я двигаю рукой а все остальное статичное он мне говорит медленное слезание у него даже тут какой-то редактор появился в этой обновленной версии диджамио короче вот такая красивая таня спасибо за запросы ожидания видео в общем ну если хотите поддержать канал где-то вот облачко я на данный момент если вы любите асмр открыла донат на чайную коробочку с чаем и чайничка с чашечками чтобы доставать ящички асмр на это все делать заваривать и заливать данная девайс стоит 5000 меня пока есть донат от трех человек и то бишь мне не хватает на тысячу ночи с вами не не хватает 4 тысячи до исполнения этой мечты и для того чтобы записать для вас допустим асмр ну сам еще будет про духи это вон там я не стала моробетить ноги потому что насчет такими ничего не сказали только обравняла их потому что у меня как-то какие-то были немножко пытались подловить подломаться в общем сейчас я покажу эту всю баррикаду вот это чтобы не загораживало солнце вот это все помады что у меня есть и бальзамы для губ блески и гигиенички ну гигиенички так поняла у меня хочется сказать кот насрал на самом деле оказалось мало 1 гигиеничка у меня закончилась она будет пустых баночках грубо говоря вот у меня вот этот бочоночек бальзам да потом проявляющийся бальзам масло для губ я наверное это тут поставила так что может не виделась короче проявляющийся бальзам масло для губ бальзам вот этот бочоночек арифлеймовский и биоаква прозрачно такой бальзам ну практически гигиеничка это вот то что сейчас здесь есть можно считать что как вот гигиенички до масла для губ гигиеничка бальзам ну и может быть это отнести блеском потому что вот он все таки цветной немножко вот этот вот и вот это тоже они такие розовые в разной степени розовости а все остальное жидкие помады кремовые помады помады в стиках помады в палетках ну в общем помад у меня тут хоть за помать всем спасибо за просмотр если вы чем-то таким пользуетесь вот из этих помад поделитесь со мной в комментариях если вы напишите нейтрально положительное поставлю сердечко или может быть вы какую-то помаду хотите мне посоветовать а если хотите подарить то адрес до востребования есть в инфобоксе либо же я принимаю подарки на зоны вайберис а и пока